В начале своего брифинга Эдуард Басурин выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге. Обстановка ДНР остается напряженной. За прошедшие сутки в ВСУ 51 раз нарушили режим прекращения огня. В нарушении местных договоренностей противник выпустил по населенным пунктам нашей республики 304 мин. С позиции 2-го батальона 30-й отделе механизированной бригады вооруженности Украины выпущено 58 мин по населенным пунктам Докучаевск, где повреждения получили режим дома по улице Тельмана и 2 в пятиэтажках по улице Чайковская-Ленина. Также 47 мин было выпущено по населенному пункту Ясное, где поврежден газопровод и 4 жилых дома по улицам Богдана-Хмельницкого-Вамилова-Щерца. В районе населенного пункта Новоласпа из миномета была обстрелена сельхозтехника, которая вышла в поля для проведения пунктных работ. Кроме того, 28 мин было выпущено по населенному пункту Коминтерна, где погиб мирный житель Исманов Эркин Махмуджанович, 74-го года рождения. Проживающий по адресу улицы Победы, 34. Также 27 мин было выпущено по населенному пункту Саханка и 42 мины по Ясиноватскому району. Наибольшее количество за прошедшие сутки 102 мины противник выпустил по району аэропорта города Донецк. Также в ВСУ применяли вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По уточненным данным, за сутки в ДНР обстрелами были повреждены 9 домов. Субтитры создавал DimaTorzok